Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. Мы молчали почти неделю, потому что занимались переездом в Киев. И первое, что мы сделали, даже не распаковав вещь, пошли на конференцию Microsoft Blockchain Intensive. Это было три реально крутых дня в компании ребят, которые знают толк в крипте, блокчейне и инновационных технологиях. Microsoft Blockchain Intensive – это уникальное мероприятие, целью которого стояло глубокое погружение в тему блокчейн и написание практических сценариев использования технологии. Кроме того, с помощью ведущих бизнес-консультантов, тех специалистов и команды Microsoft были разработаны пилотные блокчейн-решения, которые позволят решить конкретные бизнес-задачи ведущих игроков рынка. Конференция проходила три дня. Ее основной задачей стояло – собрать вместе лучших экспертов, представителей профильных отраслей с одной стороны и спикеров конференций, опытных профессионалов с яркими умами с другой. Microsoft Blockchain Intensive очень ярко осветил начало лета в блокчейн-индустрии. Очень радует, что в Украине технология блокчейн поддерживается на таком высоком и профессиональном уровне. Кстати, 12 июля в Киеве в Федерев Хаб пройдет еще одно любопытное событие под названием «Криптовалюты. Деньги есть, а бумажек нет». Подробное описание про этот ивент вы можете посмотреть под этим видео. Ну а пока наши корабли бороздят просторы киевских блокчейн-событий, наш специальный корреспондент Бетерберг Умаров посетил блокчейн-конференцию в Астане. Рекомендация от меня лично. Обучайтесь, и все будет у вас хорошо, потому что очень много мошенников, очень много экспертов, псевдоэкспертов появляется на этом рынке. Поэтому будьте аккуратнее, думайте своей головой, фильтруйте. Сейчас мы дорабатываем систему управления криптоматами, дабы можно было создавать агентов, и агенты могли управлять своей сетью, тонко настраивать комиссии, инкассацию и так далее, чтобы это была полностью независимая сеть. Поэтому сейчас идет доработка, я думаю, еще недельки-полторы-две мы ее доработаем. Дальше запустим пилот, уже сделано порядка 20 терминалов, мы их сейчас расставим в пилоте, оттестируем на себе, и только после этого будем уже куда-то запускать в более коммерческую. Кто порекомендуете начинающим инвесторам, на что стоит обратить внимание, ну и ваше мнение, как это будет развиваться? Ну смотрите, существует два типа ICO. ICO – блокчейн-система приложений, с одной стороны, и другая ICO – это традиционных бизнесов. Естественно, если ожидать какого-то роста с точки зрения доходов, то предпочтительно смотреть на первый тип ICO – это ICO – блокчейн-система приложений. И здесь надо быть аккуратными в выборе проектов, потому что если вы там непрофессиональный трейдер и не знаете, как вовремя слить на бирже токены, которые вы купили, то лучше смотреть на и вкладываться в те системы, которые имеют перспективы долгосрочного развития. Ну потому что это действительно классные проекты, у которых есть рынок, у которого есть команда, у которого есть, соответственно, потенциал для реализации самой системы и написания и разработки системы. Из последних ICO, которые были в этом направлении, можно, допустим, BAT сравнить с такой системой, можно сравнить планируемое ICO и ОС с такой системой. То есть когда за системой стоит команда разработчиков, и когда понятный продукт выходит на понятный рынок и большой рынок. С точки зрения объемов инвестирования, всегда надо понимать, что инвестировать лучше столько денег, сколько вы можете позволить себе потерять, если что-то случилось. Поэтому ориентируйтесь на объемы, на собственные доходы. При этом, если не разбираетесь и не знаете, что такое безопасность, какие кошельки можно использовать, какие нельзя, как можно осуществлять транзакции, как нельзя, то начните просто вкладывать деньги в какие-то фонды, которые есть на рынке уже сейчас. Допустим, фонды из традиционной хедж-фонды, либо фонды на блокчейне, типа Satoshi фонда, у которого есть продукт SatoshiPay, когда вы просто заводите биткоины, фондовый менеджер размещает это в портфель активов, и вся информация, она на блокчейне, она ежедневно обновляется. Вы можете смотреть, какой портфель, какие решения принимают профессионалы эти. Вы понимаете, ну как бы, вы начинаете понимать, что стоит за вложением в ту или иную систему, вы видите, как принимают решения менеджеры, вы, соответственно, дальше изучаете тему, учитесь хранить безопасно ключи, учитесь осуществлять транзакции вовремя, потому что ICO закрывается за 30 секунд или там за несколько часов, и тогда уже принимаете, ну, сами решения, в смысле, по инвестированию собственных денег в размещение на ICO. В 2012 году Большая Двадцатка объявила курс на уничтожение налоговых гаваней. С тех пор в мире постоянно ужесточаются правила перемещения капиталов, и в этот же момент происходит бум криптовалют. Государства, с одной стороны, желая ужесточить правила, стали вынуждены считаться с тем, что криптовалюты есть. Они не смогли их запретить и начали как-то регулировать, давая разный статус. Этот статус был инвестиционный инструмент, электронное золото. Но постепенно все приходят к тому, что криптовалюта – это валюта. И уже на сегодняшний день Япония, на пороге Австралия. И я думаю, что этот тренд однозначен. Все будут признавать криптовалюты средствами платежа. Постсоветские страны тоже к этому придут. Это, возможно, чуть позже, чем остальной мир. Возможно, с какими-то своими оговорками. Но, на мой взгляд, тренд однозначен. Да, друзья, июнь выдался очень жарким, и он еще не закончился. Напоминаю, что 22 числа наша команда летит в Питер на Blockchain and Bitcoin Conference. А на следующий день мы идем на крутую движуху CryptoFriends Meetup, которая организовывает платформа Waves. На сегодня все. Не забываем подписываться на наш канал. Да пребудет с вами блокчейн. Всем пока!